Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 672. События дня. 2 Езра 4.27. Многие погибли, избились с пути и согрешили через женщин за 15 октября 2017 года. Ривка. В доме любящих меня били меня ночью. Ему скажут, а чего же на руках у тебя рубцы? И он ответит, от того, что меня били в доме любящих меня. Захария, 13.6. Матфея 27.40. Луки 23.34. И где это можно увидеть в интернете. Она там составила, поет музыкой. Я на это отвечаю. Она мне прислала. Ну, для чего прислала? Ознакомить. Полагаю, что на эти места священного писания никак нельзя допускать такую игривую танцевальную музыку. Да и петь о том, как, когда слезы и ужас давят горло от события сего. Ривка отвечает. Спаси Христос. Учтем это. Ксения Юрова. Доброе утро, дорогой Игнатий Тихонович. С огромным удовольствием пересмотрела ролики вашего диалога с Кареном Геворкяном. Ни одна ваша беседа с сектантами меня не впечатлила так, как этот диалог с режиссером. Моему скупому женскому уму трудно дать объяснение причины такого моего восприятия. Но чувствую, что в словах, сказанных вами Карену, столько сакраментально божественного, что просто волосы на голове шевелятся. Слава Богу за все. Так вот, Ксения-то его тоже это тронуло. Мы как-то ехали, он поехал на одно благовестие, там в одну деревню, Романово, кажется. Ну и возвращались когда оттуда. И он говорит, ну а вот вы как считаете, я умный? Вот такой вопрос задает в машине, открыто. И смотрит там. Я говорю, да более дурного не встречал. Ты ничего не знаешь. Где-то на севере снимал фильм. Как они там белуху какую-то мертвую нашли, обжираются сидят. И все это суть, природа у тебя. Ты Бога-то не знаешь. А он тут думал делать еще фильм целый. Ну, про Долгова. Ничего у него где-то нет, и он изгинул. И он сразу телефон набрал в Санкт-Петербург и говорит, вот я попал куда-то. Меня за дурака тут считают. Я совсем никуда не годный там. А прошло немного времени, я поговорил. Он меня обхватил, давай целовать. Наконец-то я нашел человека такого, который мне все сказал. Видите, как все меняется. Так что, корона нету, все сказать. Значит, вас коснулось, вы поняли, что там заложено. Так, еще беседы есть большие. Мы беседовали в других местах где-то. Там при первой встрече вы, может быть, я не знаю, какой именно ролик вы посмотрели. Михаил Кальмаев пишет. Мое стихотворение разбирает. Фронтовикам счастливо уцелевшим. Бог Егова шанс оставил к покаянию. Вот эти бы слова произнесли те, кто говорит от имени церкви. Это было бы честно. А то поют славу о победе и идут с троем к пятиконечной звезде. И вечному огню выступает перед фронтовиками. Но о той победе, единственной и неповторимой, о победе Иисуса Христа, ни слова о победе, настоящей-то, день победы. И, видя все это, я понимаю, что эти люди в рясах совершенно не беспокоятся о душах людей, успокаивают их совесть. Как будто боятся, что она проснется, и человек уберет и покается. То есть блокирует путь покаяния. Это абсолютно правильно. А надо бы сжечь совесть вот таким словом. И дальше из моего стихотворения. Вы все убийцы, все, почти до одного. Вы побежденные грехом и злобным бесом. Мы без Христа мешки костей и гной. И легшей пустоты Бог нас писанием взвесил. Действительно, как вы и говорите, Игнатий Тихонович, МПРПЦ – тройная ложь. И отказываются от лжи, не хотят, не боятся ее. А везде ложь, куда ни посмотри. Посмотрите, как венчают. Венки держат над головами. Как крестят, как причащают. Все таинства извращены. И только тщательно смотрят, чтобы кто не прочитал Слово Божие. Сектантов-то расплодили они. И вот нигде о День Победы не говорят. Вот, ну, хорошо, все правильно. Ну, а где про это просчитать? Я тогда скажу, я не поэт. Мне сегодня скинули тут одного поэта, там, все время накидывать. Я посчитаю – пустота. Я скажу к этому, вернусь еще. Вот. День Победы. Сейчас я гляну здесь. День Победы. Вот. И Вот где можно найти. Просто зайдите. День Победы. Слова Игнатия Лапкина. День Победы. Люди мира не вдомек. Лев Иудина колено в гроб возлег. День Победы. Ни народы всей земли, и ни ангелы его нам принесли. Этот День Победы Иисус принес. Разгромив врага, воскрес Христос. И младенец до припева, чтоб возрос. Христос воскрес. Христос воскрес. Христос воистину воскрес. Свет спасения долгожданный, наконец, даровал нам на Голгофе страшный крест. Все пророки провещали нам о нем. Солнце гаснет там не вечером, а днем. Пост с молитвой неустанной столько лет выводили на Христа кровавый след. В воскресенье день воскреснет даже прах. Иисус наш милосерд, как и вчера. Только дал бы Бог раскаяться тот час, никогда его ничем не огорчать. Дух Святой на благовестие подвиг. Пасха вечная, а жизнь лишь только миг. Это написал 15 марта 2006 года, 11 лет назад. На мотив День Победы, как он был. Зарядите в Ютубе эти слова. Вот это. Здесь. Можно даже немножко послушать. Сейчас я это закрыть придется. Вот где День Победы. Вот даже просто так. Ах, опять же у меня здесь. Я вижу, мне нажать нечем-то, закрыто все. Подержать? Ну, подержать надо. Я блокирую сам себя все время тут, чтобы установить. Как, чтобы снимал. А я закроюсь, и нигде ничего нету. Ну, вот я сейчас захожу в интернет. Посмотрите. Сейчас зайду в Ютуб. В Ютуб. Какой? Это всемирные сети. Вот. И теперь День Победы. День Победы. И слово Лапкин. Вот так. Православный вариант День Победы. На слова Игнатия Лапкина. Канал «Во свете Библии». День Победы. Видите, сколько есть? Поминки опять, пение День Победы. Вот так. Ну, и что сказать-то? Вот День Победы. Воскресение Христа. Вот опять поется. День Победы. Это наш отчет. Учитесь на этом. Ну, вот так. Православный вариант День Победы. Еще его тут. Надо, наверное, вывести. Однажды мне по телефону позвонила наша сестра, не ножом ножом. Игорь, в душе напевается песня. День Победы. Но слова там не из Евангелия взяты. Не могли бы написать слова, чтобы я и пела, и назидалась. Мне эта идея понравилась. Я мотив этот знаю. Песня вообще мне очень нравится задушевная. И так у меня быстро написалось. Буквально через 20 минут я ей звоню. Нина, у меня такие слова. И она их приняла. Потом это было в 16 томе напечатано. Ну, и вот сейчас мы желаем спеть. Как раз в преддверии мирского праздника, 9 мая, Дня Победы. Главная победа – это Христос победил дьявола, грех на Голгофе. И здесь, в кратких словах, столько же я куплета взял, как там. Та же самая музыка и слова по Евангелию. Пожалуйста, послушайте и оцените. Главная победа – это Христос победа. Тата — это Христос победил дьявола. Этот день победы Иисус принес, разграни врага, воскрес Христос и Владелец, дал припево, чтоб возрос Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес. Пусть мои твои неустанны столько лет, выводили на Христа кровавый свет, воскресенье, день воскрес, не даже брак, Иисус нашел свет, как и вчера, этот день победы Иисус принес, разграни врага, воскрес Христос и Владелец. Песня. 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 вам. Изучаю книги царств из Библии. Псалмопевец царь Давид разве был кротким? За одно сражение с врагами он и его дружина 200 тысяч голов снесли. Десятки жен, то есть они имеют, тысячи наложниц. В старости детей своих наставлял жить по заветам Бога и скрижали Моисея. А у самого никак не получилось. Каялся, плакал, да, и вновь воевал. Вот и пример для подражания нашим воинам и имперским захватам земель. Понимаю тех священников, которые не советуют читать Ветхий Завет. Интересно послушать, Игнатий Тихонович, ваше мнение о пользе и не пользе чтения Ветхого Завета, здравия и спасения желает. Ну, вот здесь я могу оторвать, показать. Не советую читать Ветхий Завет священники. Не советуют. То есть его лучше бы не было. Ну, а что сказать это? Давид выполнял волю Божию. Те народы изжили себя. Их не жалеть нельзя, ничего. И ты просто попадешь вместе с ними. Их шершни гнали. Люди пришли, не знали Бога. И здесь будут жить другие люди. Об этом сегодня понятно. Русские люди изжили себя. И поэтому то, что идет. Стремительное здесь исчезновение нации. Тут ничего уже нельзя сделать. Об этом говорит Дмитрий Смирнов неоднократно. Поправить положение можно было бы, если каждая женщина стала рождать сегодня по 10 детей. 8-10 детей. Все! До старухи 70 лет. И через 20 лет маленько бы что-то изменилось. А сегодня 1,8 ребенка. Даже двух нету. Речь идет на миллионы. Ну, тут что сказать. Царь Псаломопеве завидел так, как Господь повелел, воевал, убивал. И за это он не осуждался. Да, каялся, плакал. Но главное, что проходит время. И Господь говорит, спасу город сей от его потомков ради Давида. Его уже нету. Так что Иисус сын Давида. И Господь мне говорил, ну, я что, сын блудника какого-то? Сын вояки? Сын кровопийца? Нет. Один кричал, ты уходи, уходи, кровопивец. Семей сын Геры. И однако он погиб. Его все равно Соломон зарезал, потому что он поносил царя. А вот относительно того, что не советую читать Ветхий Завет, ну, я отдельно сейчас постараюсь насчитать ролик. И показать сейчас вот сразу наши ресурсы, коротко. какие ресурсы? Ну, в первую очередь, мой мир. Вот я его очень люблю. Не знаю, сегодня перенес сюда пять опять роликов. Вот он мне. Раз, два. Урюк колотил, сидел. Так и попал. Вот это три. А вот это уже четыре. Это у нас была она вчера. Вот, наверное, пять. Нет, пять. Это сегодня я поставил. Шкурку, дорогу делали, как снимаем. Всем интересно. Люди смотрят. Ну, вот это второй ресурс хороший, большой у нас. Это форум православный. Вот он как выглядит. 1600 тем. Что интересно. На любом форуме везде ругань, везде. У нас вот, ну, за последние, допустим, полгода ни одной, ни одного слова нету. Ну, 230, 330 человек в день заходит. Человек. Просмотров уж я не говорю больше. Ну, и большой у нас православный видеоканал. Вот сколько у нас здесь подписчиков 8364 и 8 067 394 просмотра. Вот узнавать, если нужно узнать, сколько у меня здесь, я не знаю, вопросы где. А здесь можно запросить. Так, канал. Вот. Во свете Библии открытым оком. Только открыл. Я раньше, сам посчитал. А теперь нет. Я научился понимать. Сколько? 8453 видеоролика. Ну, считай, скоро на неделе концу недели будет 8500 видеороликов наших. Это очень и очень много. Посетили Баптисты. Вот тут. Они нападают на меня. Что интересно, увеличилось. Вот даже ткну сейчас количество их. Сколько здесь этих? Вот даже отзывов сколько? 115 комментариев. 62 тысячи просмотров. Ну, у нас больше тысячи. Это уже считается много. Тысяча много. 62 тысячи и 140 просмотров. Баптисты раскрутили. Ругаются. Ну, мы приняли и хорошо. Все. А потом я людей расспросил. Ну, и дальше. Во свете Библии православный библейский сайт. Сегодня я уже не буду. Тут успел про войну, где нужно. На этом закрываю я. Да и все. Еще раз покажите. Во свете Библии православный библейский сайт. Все на этом. Я сейчас выключу его. Все заканчиваю, да? Вот. А сейчас, ну, ну, это новый. Отвечать буду. Так.